сегодня стушу ему картошечки мяско размораживается мяско с салком и чесночок и чесночок сижу я в сквере здесь такой ряд ряд скамеек наверное здесь там от эстрада наверно были какие-то выступления скамейки эти не убираются рядом со мной такой дядя сидит и решают какие-то проблемы я сижу на самом проходе потому что это первая скамейка которая попала мне в тенечке в тенечке ну можно было на те пластмассовые съесть но как-то не интересно вышла от витки стушила ему картошки решила посидеть просто сквере так что так ничего интересного было мне объявление поклейка обоев я когда-то очень давно сорвала его на столбе или на столбу было приклеено был написан и домашний телефон кисотовой я позвонила на домашний и поднял трубку мужчина я говорю скажите пожалуйста вот я много лет назад сорвала объявление она еще функционирует он говорит да функционирует я про клеить обои вы или женщина он берет я я говорю сколько стоит поклеить в хрущевке двухкомнатной он говорит 4 рубля квадратный метр вот и считайте и он сразу озвучил свои свои ну свои требования я горит бумажные обои не клею узкие не клею да вот это вот сказал бумажные обои не клею и узкие не клею я игры скажите а если подготовленные стены уже обдирка произошла грунтовка я горю вы стоимость меньше он говорит я озвучил поклейку обоев а все что входит обдирка и подготовка стен это отдельная оплата так что я ведь кей оба говорю хочешь давай сразу об деревом где зашкуришь где пара грунтуешь а вызовем пусть только поклею потому что я с ним вчера разговаривал он говорит я говорит ну не будет он клеить и я не буду клеить это очень марудное и тяжелое дело есть такие кусочки которые надо подгонять делать между потолком и карнизом там у нас поклеены у меня и в него где висит карниз над окном там же за карнизом обои потом внизу под под подоконником где батарея там тоже поклеена и поэтому как-то вот очень все это марудно и и и не хочется это клеить самой так что лучше нанять отдать денежку и пусть поклею так что вот так я позвонила по объявлению 4 доллара по и 4 доллара 4 рубля квадратный метр да он озвучил в рублях ну как-то так ладненько отключаюсь кто-то забыл сумочку наверное детки сидели детки забыли сумочку со спортивной наверное формой это бомжик сидит один бомжик сидит вот здесь вон он а второй вот здесь и они между собой перекликаются дядечка ушел толстенький на скамеечке а я среди двух бомжиков сижу вот так жизни бывает жалко ребеночка сумочку оставил мне тоже захотелось картошки пришла домой пожарила сальца себе лучок пожарила и облила этим туком тук называется жир от сала тук облила этим туком картошечку нарезала себе огурчиков целую мисочку без сметаны без ничего буду есть картошечку с луком жареным с сальцом жареным и с огурчиком всем кто кушает тоже приятного аппетита хочу вам рассказать чудо-юдо сидела на скамейке вам снимала потом телефон спрятала и мне так хорошо было сидеть вот на скамейке среди людей слева машины справа машины и я сижу и так вот не заметила как закрылись глаза и так вот носом бум вот так вот потом думаю господи что я делаю я начала усынать я начал отключаться девочки такого никогда не было что это такое то ли от того что мне хорошо что я спокойно то ли от жары я не я не знаю добрый вечер мои зрители добрый вечер мои подписчики добрый вечер это не не на окно светится а мои окна потушены там травятся блохи забрызгала дихлофосом Витька мне купил дихлофос запахом он же так воняет забрызгала сейчас половина девятого вечера разговаривали с Витькой половина восьмого я говорю вот лежу на диване в трусах и в футболке и хоть бы кто меня укусил это было где-то ну начало восьмого как только восемь часов потемнело мне за ногу укус кто-то и валдырь вздулся ну я думаю все пора подниматься пора брызгать пора ритуал этот включать сейчас вышел сосед курил мы с ним разговаривали вот у него было точно такое но он выселялся с квартиры он вызывал санстанцию ему все обливали но я не хочу чтобы мне обливали чтобы мне везде было мокротища под плинтусами это не выход с положения это не выход с положения я как-то не могу найти в интернете санстанцию гомеля кто гомельский меня смотрит сбросьте мне адрес что-то мне выходит несколько санстанций но такого же не может быть где именно у нас в какой санстанции травят блох интересно узнать кто-то мне там писал газом может можно какой-то порошочек рассыпать но не с баллончика брызгать чтобы позаливали мне все кто гомельский меня смотрит вот найдите мне пожалуйста санстанцию именно тот адрес где вызывают на дом и травят блох это вот такой у нас темный двор это общага от ПМК а сейчас она относится к ЖЭО короче говоря ну сейчас тепленькая с коротким рукавом иду сегодня ходила утром в дом управления застала начальника дом управления Андрей Викторович такой мужчинка симпатичный сексуально симпатичный он меня выслушал и говорит я первый раз слышу об этой ситуации я говорю а вам вчера что Кирилл Васильевич не звонил в Треста я говорю я с ним разговаривала он говорит нет мне никто не звонил вот видите я вчера поговорила с начальником объяснила ситуацию в Тресте на Тельмана 22А куда относятся все ЖЭО он сказал я перезвоню в ваше ЖЭО и все и никто ничего этим не занимается потопами сегодня я сказала этому начальнику дома управления он говорит я первый раз это все слышу об этой ситуации я говорит сейчас буду разговаривать с сантехником я говорит все помогу вот я говорю мне можно мне можно быть спокойно он говорит да будьте спокойны взял мой номер телефона мое имя записал день прошел ни сантехника никого Нина увидела я говорю Нина что там у тебя она говорит тряпку выжила его постелила и все Нина выжимает тряпки у Нины сын полгода в ту больнице пролежал коронавирус дал на легкие а потом отнялись ноги он лежал в ту больнице и это человек дома и при такой влаге течет с трубы и никто не шевелит пальцем никто в тресте побыла это позвонила я вчера сегодня побыла в дом управления если ничего не будет на этой неделе на следующей неделе иду в трест и записываюсь к директору треста к директору который руководит всеми дом управлениями в нашем районе которые относятся к этому тресту пойду к нему вот и и пойду к нему но запишусь на личный прием чтобы он меня выслушал и принял какое-то решение если уже и там не поможет то тогда то тогда буду звонить на горячую линию Витька сказал однажды звонил на горячую линию у него по дому тоже была проблема вот Витька даст мне номер телефона и я позвоню на горячую линию ну у меня-то чуть-чуть мокрый потолок чуть-чуть но я волнуюсь я все-таки гляжу немножко вперед а вдруг у меня будет капать тоже все промокнет бетон этот а зачем он моргает дошла до угла своей малосемейки сейчас обойду на улице так даже душновато завтра тоже обещают 30 градусов сегодня было 32 в 3 часа на термометре обещают 30 градусов завтра опять там кондитерская фабрика спартак вон она это университет а это мой дом вот он мой дом можно по советской пройтись пойду-ка я по советской вот так вот пряменько что это такое у кого-то так ремень пищит как у Витька у моего как сядет за руль как запищит ремень а он едет такой влага попала да вода наверно попала во всех москидные сетки в одной у меня нет я столько лет живу без москидной сетки я вот Витьке придут ставить окна у него есть номер телефона мне надо завтра переписать номер телефона и заказать у мужика москидные сетки хоть они уже в этом году и не пригодятся я так если у меня свет горит в комнате я окно закрываю как свет тушу я окно открываю чтобы ничего не летело мне и кто его знает зачем он моргает зачем он моргает вот так хорошо прохаживаться с кем-то рядышком за ручку под ручку сверчки поют в траве слышно вам? сверчки сверчки поют ходишь один как опиздала скажут бабе нечего делать ходит на дно место приключения ищет поют девочка молоденькая идет девчонка молоденькая пошла вот пойду по-советски пройду выйду на улицу гляну в село девки гуляют а мне весело мамочка родна пусти погулять боя буду целую ночку страдать и он кому-то плохо хуже чем мне слышите уже скорая едет наверное блохи кусают это неплохо кто-то под сигнал едет вот это плохо девочки секонд-хенд сегодня был привоз а я даже не пошла каждый вторник новый товар модные вещи и я даже не пошла сегодня потому что я ходила в дома я ходила в домоуправление а потом я пошла к Витьке странно до восьми и дверь открыта это вот вещи которые за 3,50 дешевые вещи мне написано мне написано 2,50 было же 3,50 он там зеленый ценник вот написано 2,50 сегодня вторник были по 3,50 вот вот среди этого говна можно отыскать что-то хорошее а это магазин соседей молочный отдел я вам экскурсию сделаю в вечернее время девочки молоденькие гуляют и мальчики на велосипедах ездят арбузы продаются дыни Витька все хочет купить арбуз разрезать пополам половину ему половину мне они же сейчас здоровые раньше арбузы продавались как футбольный мячик это нормальная была кафетерий наш в соседях нормальная была а нормальный был объем арбуза сейчас арбузы в виде торпеды продолговатые здоровые девочки ну это же не естественный путем выращен арбуз и он все хочет купить арбузы и говорит любой арбуз на 5 на 6 килограмм я такой не съем я куплю арбуз разрежу тебе половина и мне половина а я девочке арбузы не ем я арбузы не ем с 1988 года в 88 году я сильно отравилась у меня со всех дырок что есть у человека дырки в теле со всех дырок мне свистало наверное я селитры нажралась вот наш макдональдс написано макбай мне сверкало со всех дырок и поэтому я с 88 года арбузы не покупаю я их не ем но вот однажды кири пришла она мне кусочек отрезала я съела всего лишь один кусочек все больше одного кусочка я съесть не могу а Виська все умлеет по арбузу вот я куплю разрежу половина тебе половина мне я целый не съем я говорю я не хочу арбуза я не ем арбузы я говорю дыню я бы целую съела а он мне отвечает а я дыни не люблю я дыни не ем все а он мне дал понять что дыню он не купит а арбузом он поделится а я арбуза не хочу байкеры наверное так что как то вот так девочки вот здесь скамеечка можно посидеть на загазованном перекрестке это делалась остановка и не придумали тут наверное никакую стоянку транспорта и эта остановка стоит не востребована магазин твой велик магазин кап таин какой-то кап таин кап таин с одеждой кап кап таин хорошая одежда для хороших людей сейчас будут поправлять не так я прочитала ну кап таин написано и все кап таин ладно девчонки все а бы что вам показываю а бы что вам милю ну я же с вами разговариваю правильно ух как хорошо в городе ух все гремит ух как я люблю такое вот слышите гул такой ох я балдею от этого я вот иду по советски мне мороз по шкуре мне вот такая вот движуха нравится вот все прямо кипит бурлит шумит все давайте пока пока пришла я домой время у нас без двадцати десять сделала сквозняк открыла дверь в подъезде открыла дверь в квартире два окна на стерж штора гуляет аж до потолка диклофос мой выветривается а я сижу на кухне жду когда он выветрится пока с до 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 Продолжение следует...